всем доброго времени суток творческий и все кто близко к ним сегодня мы с вами будем рисовать рисовать мы будем необычно а мы просмотрим с вами программу металл ментал канваса мыслительная канва здесь можно посмотреть видео до которое представлено очень необычно когда впервые такое видите то есть это не просто рисунок это 3d рисунок возможность создавать комиксы рисунки возможность создавать переводить видео заготовки по типу скетчи здесь уже это на профессиональной студии доработали их несколько видов профессиональная студия позволяет добиться большего то есть можно посмотреть так как мы перемещаемся нет это кстати на бесплатность где-то не воли судя потому что я вижу она переходы здесь очень крутые мне нравится то есть все зависит здесь больше не от рисования от того как вы будете ходить между картинами то есть перемещаться очень забавное дело потому что тут есть много интересного поэтому мы сейчас быстренько по с вами пройдемся по уроку по этой программе то есть мини урок будет как ей пользоваться скачать ее можно бесплатно и бесплатно пользоваться через магазин windows после распространяют а также про версия она платная для россии она недоступна то есть как всегда намного что недоступно но она и не дешевая извиняюсь за цену на очень очень дорогая то есть там 50 что-то 60 евро по моему в месяц и должны будете заплатить профессиональную студию профессиональная студия дает а диапазон кадров между кому то есть ставить время между кадрами сколько должно проматываться еще там полную пару моментов вот цены 30 долларов в месяц education 60 профессионал и enterprise 55 для команд как я вижу здесь в принципе цены такие не совсем демократичны что они прекрасно понимают что эта программа ворвалась как говорится в нашу обыденности сделаю ее а крайне необычной то есть сегодня с вами порисуем вот так выглядит программа когда вы установите она очень простая никаких заморочек здесь нет самое главное что это понять что у вас есть выделение карандаши заливка выбор цвет выбор цвета из готовых палитр который вы можете вот так вот перетаскивать либо сами там настраиваете какой-то себе цвет кастом дальше сейчас будем с вами работать а нам нужно что-то придумывать и нарисуем черным цветом будем рисовать здесь у нас вид стиля их всего немного каждая кисть и размер кисти да здесь мы задается тоненькая кисть такая такой роварваный карандаш фломастер толстый жирный ручка и перьевая некоторым нравится перьевые ручки потоньше и сделаем посмотрим как она у нас рисует ну в принципе интересно 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 но не тонко как бы мне хотелось я рисую на планшете вакуум интуиция с экраном поэтому гриб мне без сути да так мы с вами сегодня нарисуем предновогоднюю тему коротенько нарисую предновогоднюю тему чтобы вы понимали мы начинаем всегда с какой-то стартовой картинке с которой мы будем двигаться дальше для этой стартовой картинки мы стартанем как говорится вперед еще раз говорю здесь основное решение до принимает то как ты будешь двигать профессионально камеру как раз для анимации это очень полезная штука тренировать позиции камеры понимать где она будет в данный момент находиться так для программы у нас настроен control который перетаскивает объект вправо влево вверх вниз alt который может приближать отдалять объекта у нас если мы хотим например а более подробно разукрашивать и и везде как видите качество рисования немножечко у кисти изменяется то есть она когда таком было размере она была как будто как размылось да то есть мы не просто поменяли размер мы ее размыли а если мы отодвинем да она уже примет такой необычный свой обычный вид ведь это позволяет создавать такой псевдо шейдер внутри объекта при помощи рисования перекрещивается это размытие с обычным нарисованным и получается интересные вещи ну мы сейчас с вами рисуем в одной плоскости но здесь существует много плоскостей первое что он мы сначала поставим наш объект то куда мы хотим теперь я переключусь на камеру и покажу что я могу а при помощи мыши поворачивать свой объект так как я захочу это раз вверх вниз если вы рисуете на планшете который поддерживает touchpad то вы можете делать это пальцами я делаю это при помощи стилуса по экрану в принципе все двигается давайте повернем вот так вот нашу веточку и добавим еще ей веточек чтобы добавить веточки нам нужно добавить новый слой через вот этот плюс а теперь когда я вижу плюс я не вижу где моя веточка я бы хотел видеть где я буду рисовать то сейчас мне нужно отодвинуть мою плоскость да прямо на веточку желательно сейчас просматриваю обязательно прокручиваю смотрю где будет откуда я буду рисовать следующую плоскость ну где-то вот здесь мне кажется более-менее подходит по моим ощущениям я сейчас прям с этой точки и начну ставлю галочку я согласен и начинаю например с этой точки нарисовать также если я сомневаюсь я могу проверить повернуть все ли мне устраивает если меня что-то не устраивает я могу слой от редактирования для редактирования слоя есть его перемещение то есть нам будет показано куда я хочу его 9 вперед-назад и а мы не с той позиции дошли для этого я перемещу вот так картинку и возьму ее сюда и я могу ее выдвинуть прямо на елку все перемещать могу таким образом то есть с какой позиции я на нее смотрю на с той позиции я могу ее двигать все перемещу сюда галочку и поверну и начну рисовать вот здесь ровно на ней я нажму кнопку рисовать так для этого я умеешь нашу елку получил мне такой жирный слой прям рисуется то я не помню неаккуратно елка будет очистить немножко таким образом я могу делать объемные вещи но многие могут сказать на то же самое можно делать в блендере ну что я так и сказал но будет одно жирное но будет чуть попозже такой жирный учили ну которую многое нам перекроет как говорится в этом плане ощущаемся кисти отодвигаемся и продолжаем наше художество давайте посмотрим что у нас а выходит не выходит в принципе неплохо выходит так выходит давай с другой стороны тоже наверно запилим для этого нам нужно повернуть ту сторону куда мы хотим до следующий кадр поставить на грин вот так и нажать вот этот плюс нам будет предложено разместить наш слой опять же да не двигаем и думаем куда его разместить лучше где мы будем рисовать несколько позиции чтоб можно было повернуть камеру и посмотреть также можно увеличить чтобы было лучше видно да и где наш слой будет в данный момент рисоваться вот таким образом я могу много-много-много-много-много разных углов выбирать себе для пышности ёлки и или того чего я рисую то есть я могу сделать объемное здание я могу сделать какую-то картину с разных сторон что позволит добиться очень интересных результатов так вот у нас уже получается пышность но я буду найти веточки еще бы пышности до добавил да то есть я ставлю вот так например делаю слой и хочу вот на эту веточку сдвинуть свой слой где-то находишься где-то где то вот от этой ветки вот так нажимаем галочку и продолжаю и начинаетесь рисовать не всегда как бы видно да ты платно где ты рисуешь но что поделать здесь нужно как раз ментальное чувство развивать веточка я все-таки в бог да идет если посмотрим уже немножко пышность ощущается но совсем немножко плюс в том что когда ты пальцами крутишь можно красиво все это выровнять а так приходится немножко извращаться чтобы сделать картинку у ровно и принципе пойдет теперь я хочу 4 веточки до какую-нибудь сцену разыграть с этими веточками что у нас будет происходить под этими веточками давай за ними будет стоять кто-нибудь и держать здесь мы нарисуем руку посмотрим где на свой наш находится так прямо на дереве я бы хотел нарисовать вот здесь угол немножко пальцы все здесь нарисуем вот такую штуку и наверное я его залью все-таки не получится да но мне не соединяется на юге так поэтому дорисую слои можно переключать то есть там где-то рисовал она развернется той стороной и там будешь править так как тебе нужно я попробую залить заливается пока с ваша заливная рыба так так теперь мне надо сдвинуться немножко сдвинуться и так так дмитрий эрлиев привет спасибо за твой труд жаль что просмотров мало хотя я не знаю где мне это пригодится ну пасибо но очень полезная штука в принципе для рисования комиксов или презентации очень-очень полезная она плюс недавно вышла игры у нее цены неспроста такие бешеные ну как недавно она существует уже примерно там год-два но цены у нее реально бешеные так мне надо немножко сместиться совсем чуть-чуть и нарисовать перчатки вверх я нарисую здесь вот например вот так да она у меня позади или тоже ее залью таким цветом теперь я хочу поменять угол наклона этой перчатки а очень важно что просмотров ты зря говоришь что мало они сейчас мало а потом они стартуют когда объект не изучен до конца мы будем изгибать отсюда ее откуда она будет изгибаться мне надо ее как мишку нагнуть то есть откуда я ставлю где-то примерно отсюда я ее буду гнуть здесь я буду видеть как она у меня изгибается то есть если я сейчас наверх поведу нет то он должен у меня лечь в сторону пальцев сторону пальцев вот так вот и ему еще останется немножко переместиться бы вот единственное что она расти для растяжима от это как бы не есть хорошо уменьшить фокус камеры с наступающим а спасибо тебе тоже с наступающим ну желаем вам все лучше спасибо тебе 1 мир пасима тебе тоже всего хорошего так неправильно мы перемещаем мне надо ее повернуть мы не находимся прямо на ней почему-то у странно так вот этот книжка повернуть объект вот 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 ну в принципе можно оставить так пока посмотрим сейчас и опустите и мне надо то вот эта штука но мне надо смотреть на нее получается сверху и опустить так то есть вот это вот эти уроки они очень сильно разрознены по сети чтобы здесь сориентироваться мне понадобилось несколько дней в принципе да у права что со временем просмотра наберутся так конечно набираются тут же этот какого бокс в коробке никто о нем не знал разработчик сделал скидку все как бешеные кинулись там теперь просмотров у меня постоянно набирают а снимал вообще никто не смотрю никому нафиг тоже зависит я говорю как от настроения и как попадешь струю нравится так мы сюда посмотрим интернет интернет так но в принципе если еще сбоку нарисовать с этого с этого неправильно немножко нарисовал но получится как рука у нас так так свои во первых это лапка должна кому-то принадлежать сейчас мы это сделаем а это у нас двигает туда-сюда у нас поворачивает наклоняет туда-сюда кнопка alt и двигает icon control у нас перетаскивает объект то есть где мы его будем лицезреть с вами и посмотреть с какого ракурса не лучше всего начать дальше двигаться принципе вот этот ракурс неплохой мне кажется булками как лица в эту сторону так создаем это брат выбрали ракурс камеры до нажимаем слой и размещаем наш слой теперь где мы будем рисовать я хочу я зря этот ракурс выбрал если честно хочу рисовать вот отсюда передвигаем наш слой поворачиваем камеру смотрим где наш слой находится если плохо видим да также увеличить увеличиваем здесь control и перетаскиваем чтобы точно слой попал мне подругу где у нас находится чуть чуть подальше или чудовая ближе сделаем она закрывала ее это будет у нас руках рукав нарисуем рука в черном вот такой у нас рука будет зальем рассмотрим что получится в принципе неплохо плохо неплохо все бы ничего да но сейчас еще один косяк вы видите я нарисую поверх но когда я буду двигать а будет вот такой разрыв то есть здесь надо учитывать как она будет находиться на этом теле значит мне нужно сделать какую-то подкладку под этот рукав чтобы когда я поворачиваю здесь было черное здесь было черное когда я поворачиваю ту сторону то есть что-то такое проложить надо за рукав на более а муж на ногой наступил что случается в новый год кто-то лазит по деревьям босиком на елочные иголочки встать это было бы интересно так ну что я сегодня тащил елку руками голыми это было незабываемое кучение делаем сейчас подкладку это мне нужно камера с какой стороны я буду смотреть цепи смотреть подкладку и сделаю новый слой теперь мне надо переместить слой за рисунок мне развернуть пожалуйста и двигаюсь за наш слой ну примерно далековато у нас слой находится вещество воздвигать будем двое здесь где-то какие и на этом слое нам надо по сути нарисовать будет черный черный подкладку посмотрим сейчас далекового рукав конечно вот она у нас нарисовалась рукавшись отодвинем для этого мне надо ракурс чтобы камера смотрела на слой и выбрать сдвиг на смотрит у нас на слой ну как криво конечно смотрит на немножко сместимся полагаю где-то так вот так вот поближе сделаем да и этот слой тоже сделаем его поближе поэтому я сейчас вот так переверну его и глядя в камеру его отсюда пододвину и подали вот так так тут все почти а мне в ту сторону подвинули на почему мне в ту сторону подвинули я вот это не помню а он должен быть вот здесь блин все окей выбираем кисть кисть нужно пожирание чуть-чуть еще чуть-чуть а дайфу мастер чему парить и закрасить это место он у нас не слушал а посмотрим что у нас вышло в принципе не так поливно и сейчас 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 мы сделаем фокус фокус так развернем теперь мне надо как-то вот этот момент мы его будем фиксировать мы его зафиксируем но для этого с этого ракурса мы нарисуем а персонажа который стоит за ёлкой для этого мы сделаем новый слой переместим чуть подали и нажмем вот так и давайте нарисуем так чтобы у меня все свои стали прозрачными только мой слой был выделен можно таким вот образом отключать так персонаж есть конечно могу я уменьшить кисть и и стирает она как-то коряло честно за такие деньги которые не предлагают она стирает вам каплевильными отростками это некрасиво так цвета сейчас прозрачным не сильно на этим паримся если мы отключим все цвета станут такими они должны быть только себе решил глаза выклотить так цвет цвет Какое чушь только придумать бывает. Так, ладно, кастомизировать мне. Не ощущаешь, кстати, толщины. Так, ладно. Так, давай вот отвинем, наверное, все-таки подали. Так, теперь мне надо вот сюда переместиться. Здесь игрушку повешить, а для этого мне надо ракурс этой ветки найти. Сюда будем перемещаться и смотреть куда. Обязательно. Когда мы хотим повешать, ну, давай на эту ветку повешим. Чуть подальше. Вот сюда. Так, нарисуем по короткой. И проверим, где она у нас болтается. Ну, в принципе, нормально болтается. Ага, для этого я удалю эту штуку. Фигур никаких нет, все рисуется естественно. Как нарисуешь, так и будет. Так и поплывет, как говорится. А, у меня же прозрачность стояла. Почему у меня вдруг везде прозрачность? Здесь можно еще видеть под слои создавать. То есть, я могу еще один слой здесь создать. Но это для рисования. То есть, когда ты рисуешь. Так, делаем первую фиксацию нашего персонажа. То есть, если я буду нажимать вот сюда, мы сюда перейдем. потом делаем вторую фиксацию нашего персонажа. То есть, это уже мы создали анимацию. То есть, как она у нас будет двигаться с первого кадра. В этот кадр потом я, например, хочу переблизиться. Вот так у нас она будет выглядеть. Потом мы уйдем, ясно, ясно, ясно перец, как говорится, за персонажа. То есть, мы ходим за него. И здесь у нас что-то происходит. Ну, тут, например, мы нарисуем елочка. Елочка горы называется. Так, елочка мы здесь можем нарисовать. То есть, сцены могут быть таким образом переходы. Но это надо привыкать к этому. К этим переходам от одной сцены к другой сцене. Поэтому, кто не знает, что это за программа, рекомендую посмотреть ролики, которые создают профессионалы. Мы сейчас чисто любительские. Я объясняю, как пользоваться. То есть, всеми кнопками стал нажимать. Потому что она не только для планшетов, но и для ПК может спокойно сгодиться, если у вас обычный планшет для рисования есть. Цвет у нас чёрный. Ёлки, ёлки, ёлки зелёные. Табли, говорит, зелёные. Мне кажется, у нас быстрее восстание ёлок начнётся. Из-за того, что с ними вот каждый год. Ну, в принципе, такая ёлка мне сойдёт. Посмотрим. Оп. Оп. Потом мы немножко ракурс поворачиваем. Поворачиваем. Сделаем. Красиво. Спасибо. Там скажу. Эх, Па. �, это они часть. Edge. Идём. Эх, прям, Эхэ. Эх. 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 Эха. Эх. Реку. потом 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 как мы сюда наехали мы ее повернем немножечко вот так вот елочку и наверно сюда чуть-чуть подвинем а здесь нарисуем следующий сюжетец житель следующий далековато наверно или нет без кого-то даже стоял кто у нас далековато туда мне надо за елку как за елку пойдет а ну тут конечно размер много значит да кто что мы сейчас поставили поэтому здесь придется похимичить мы сделали маленький слой вот кстати это тоже еще не не придал этому значению не надо сразу переместиться за елку и тупану признаюсь посмотрим так сначала так у нас так почему здесь у нас разворот я не разворачивался так елочки потом от елочки нам надо будет развернуться развернуться и приблизиться к елочке сюда сын кому должна развернуться примерно здесь для этого я смещу до камеру свою и не смещу ладно как будем здесь будущий наш кадр и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да... Я думаю, что не выбрал кадр, который я хочу перенестить... Так, я хочу его спустить ниже... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, это максимум... Камера далеко находится... Понятно... А, я уже опустил... Или подними... Угу... Так... Добавим... Немножко цвету... Лихо... Одноглазый будет... Ладно... Поговорил... В Hosni... Продолжение следует... В Hosni... Продолжение следует... 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 поворачиваем поворачиваем так примерно так но то есть первым блин к игре цикломом вторую знакомым но тот елочной тематики давай попробуем чуть здесь у нас есть такая штука как как вы вращаете по дефолту эгоцентрик то есть вокруг центра вращения будет происходить и камеры вот такое вращение где расположена камера и дефолтная также у нас есть какие кнопки ну принципе мы можем опубликовать веб сделать видео экспорт видео можно например сделать 853 нас 480 720 и потом где-то разместить watermark вы не можете убрать и бесплатная версия то есть там будет указано что где вы делали эту программу просто нажимаете старт она предлагает что вы хотите создать конечно же нашу шикарное видео под детскую музыку на ее создает вам данное это все показано при этом вы не тратите свои 30 60 бакс и наслаждайтесь жизнью конечно же ставите лайки это мы видим потому что по данной программе я не нашел нормальных туториалов к сожалению кроме как английский который там тоже коряло очень это отсняты видос на мы можем уже где-то посмотреть вид не понял куда я его загрузил еще раз если отделять это как я начну отсюда на могу картинки от скриншотить куда у меня видео закинул куда ты мне закинул видос покажи пожалуйста а грузит вот у нас с вами видосик который мы с вами отсняли все плавненько все красивенько как камера двигается так вы ее двигаете плюс вот она watermark а стоит еле заметная была вначале ну и потом переместила сюда чтобы вы не могли вырезать величина перемещается по экрану начала да то есть вы таким образом можете повествовать какие-то рассказы рассказывать комиксы вы можете повествовать а какие-то планировки зданий таким образом можно показывать то есть программа позволяет вам полностью погрузиться в 3d среду в данной программе и плавно красиво сделать движение то есть перемещение камеры в блендере в принципе там можно но это будет более замуторный чем здесь вести если просто рисуешь а там те еще надо будет настроить движение камеры все будет более нагружать ну поэтому они такую цену и заломили на эту программу новую ничего не сохраняем здесь есть выбор да а какое пространство комната чисто фольграунд мид граунд бэкграунд круче разные слои туториал сцены то здесь вас обучают как рисовать ту или иную картинку то есть то что вы сможете изобразить там например какую-то архитектуру тогда можно фотографии раскладывать на слои дербанить потом заготовки всевозможные которые можно использовать в своей работе ну и помощь ясно дело на помощь это видео туториалы которые как раз помогут вам пользоваться разными видами кистями это как используется мы кстати и забыли использовать она по моим как раз с вид книжки и создает а я это давит перспективы когда нужно развернуть перспективу но это как снимать покадрово это выделение это создание дополнительных слоев импорт картинки как делается потом вращение в общем много чего интересного здесь можно подчеркнуть если есть какие-то вопросы да заходите смотрите видео давайте попробуем сделать куб кубик рубик цвет черный кубик рубик подожди мне тесно шибы здесь работает я точку поставил тут не работает работает рисование проекта можно загружать на веб-страницы тоже очень прикольно смотрится то есть можно например сделать свой комикс где картинки будут в объеме люди будут заходить на сайт то есть читать ваш комикс наслаждаться жизнью говорится и процессом дать вашего творчества но вы будете счастливы что вам уделили время так давай повернем наш кубик вот так это бы мы создадим слой манена видеть его создаю чуть-чуть не хватает и не увидишь ну вроде ровно прям на нем еще бы чуть-чуть подвинуть вообще было на нем так то здесь все окей и рисуем играй так и здесь рисует грань так смотр у меня должно получиться две ровные грани да ну почти ровный конечно могло быть и лучше так теперь делаем здесь также выставляем ровненько все если есть какие-то уклоны по можно покрутить ровненько это как-то вот так наверное слой я вижу что нифига он не ровненький будет слой у меня будет под наклоном то есть я примерно так по моему должен поставить кривой уклон не уследил я за этим процессом давай так поставим так сильно наползает здесь нужно быть как стоян я готов рисовать но я типа должен рисовать вот отсюда вот отсюда вот отсюда неплохо помогает для пространственного мышления программка тренировки ну конечно криво получилось ладно тренироваться надо много 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 так здесь мы создаем слой наверное и не могут сюда сбоку мне покрытие ты его конечно срежет но он и не ровно у меня кубики у меня конечно не получается до кривовато она тогда сделаем самый простой сцену из самых простых которые здесь может быть то есть сначала мы рисуем то что у нас спереди и давай начнем с дальнего плана дальний план у нас это будет ну например кора я сразу отдалюсь отсюда здесь нужно рисовать с запасом для фантазии то есть я нарисовал тоже и залил вижу я потом покрасил так вот этим цветом этим стоять здесь не надо будет не сильно пространство потому что я буду просто смещать слой на себя и будем рисовать таким образом так как нам больше у нас будет сразу приближаем его не знаю тут это рваные края цветов за 30 долларов я бы столько не заплатил в эту программу не в жизни так делаем слой и двигаем его на себя что что у нас спереди перед горами дать по находится так урны немножечко отодвину сюда удалюсь порисовать свободно это самое такое популярное то что рисует послойно один слой за другим вырисовывают так делится номер где-то бирк есть косячили косякнул но мне из нескольких частей неправильно делать сделаем так приклюха тут вот в чем так ее бы еще положить бы кстати немножечко на вы попробуем книжкой что перспективу либо попробовать попробовать когда мы двигаем она у нас как земля я буду наклонять можно было ее пониже опустить давай ее опустим ниже не помню даже лучше подняли где наша камера а мы наоборот смотрим что конечно не помню но не помню что не помню нормально таким еще ими наклонил конечно так я сейчас под этим уклону нам и нарисуем дополнительную земельку так же откуда ты смотришь он смотрит вверху правильно правильно нам нужно опустить чуть чуть ниже и здесь нарисовать конечно возни я согласен тут очень но если уж хочется прям такой красивый шедевр как рисуют те кто в сети то можно и повозить очень-очень хорошего так выглядит у нас рисовать вот здесь там выше находится неправильно у нас далеко камера находится от места основного события этот слой как бы неправильно у меня я бы его удалил и мне придется сейчас камеры эту речку сделать наверное такую штуку где-то она у нас не сомкнулась и хорошо мне надо посмотреть как она выглядит в камере мне надо ее значит переместить или наклонить то есть мой слой будет наклонен скорее всего вот сюда я давай снизу наклоняюсь что единственные светлые вот так и потом будем уже дополнять 3d пространство как захотим то есть минус сначала набросок сделать потом я сделаю небольшую миниатюрку картинки окна типа из которого мы смотрим и это кто будет у нас возможность его поворачивать определенных градусов так перейдем к речке чуть и убеждаюсь что мы рисуем на речке на том бережу чеки таким можем еще от речки танцам и немножко когда мы поворачиваем добавить слой прям на речке на том бире ручки так ровно по ней и здесь ну нам сейчас кажется что это все так очень плоско когда будет вот так то есть мы будем видеть какие-то картинки также я могу еще сделать плюс смещение как по моему плюс на себя будет подальше думаю это очень даже забавно по итогу по итогу мне нужно поставить деревья вот здесь вот так и посмотрю что у нас получилось на земле мы должны на землю нарисовать то есть мне надо сейчас от этой земли поднять камеру получается вот так и сделать плюс ну то есть надо привыкнуть ко всем этим ракурсом чтобы дорисовать я уже по чуть-чуть начинаю привыкать мыслить но это делается не сразу честно скажу не сразу певицы мужского построилась без нас будет настоящий спереди деревья за деревья просто плоский лес с этими елками мохнатыми таким образом можно снимать горю короткометражки соединять их вместе какой-то блокбастер да можно придумать все смотрится очень так интересно живо я видел крутые блокбастеры да ну то есть люди которые уже опыт имеют они вообще фильмы снимают очень все круто смотрится кстати могу так и первым интересно хочу копировать купи 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 и где у нас купили подавили не хочу носу так хочу контал все утра луги я так что-то не копируешь воды нет и не знаю зачем выделение я пока с ними разбирался опустим пока тогда так создаем новый слой и сдвигаем его за немного за немного вот этот слой конечно бы скрыл не могу его скрыть могу его объединить и скрыть как его я не вижу как скрытие слоев делается надо только прозрачность включать по чутью говорится рисовать здесь должны быть деревья и так как это не рисунок они должны принято стоящие ну то есть бить для объема когда я начну двигать картинку я должен ощущать за этим лесом объемы и все течет и не ощущает а я на той же рисует вот это у нас новый слой здесь будет как раз продолжение леса а не слой здесь до ограничено меня в границу слоя куда мы переместили то есть и ниже его рисовать уже не могу я думал можно так он типа холста ложится его либо опускать потом надо да как холст такой срабатывать так ладно ящик рекомендук это и и и и и Плохо, что вот эту камеру нельзя перемещать. Ну и дальше можно уже по слоям ходить и рисовать. Та-та-та-та-та-та. Отец-то у нас не рисует, да? Это рисует. Спасибо. 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 Так, что у нас вышло? Ага, вот. Уже чуть-чуть объемчик есть. Так, ладно. Дай-ка поближе подберемся к нашему рисочку. Так, и здесь зафигачим. Расположение камеры, да, надо как-то привыкнуть, как она располагается и как ты слои передвигаешь. Не могу еще пока привыкнуть к этому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Старин. Вдох. Угу. 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 стыгаемся за камни недалеко немножко ну память и шлим и и и и и Продолжение следует... 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 И теперь нам надо сделать окошечко. Мы смотрим на этот процесс из окошечка. Для этого мы камеру сейчас относим от них. И нарисуем... Это вот на этом уровне. Вот здесь новый слой. Так, я отодвинусь и нарисую... Опа... И не младить сюда окошечками. Вот такое окно нарисуем. Теперь... Отодвинусь и щечен. И мне надо цельно нарисовать... Большое... Окно... Ну вот этот трюк-то многие проворачивают. Так, волью и махну. Ох, хер. Где-то меня, но не цельное. Странно, но вроде все цельное. Погрешности на заливке, понял. Есть погрешности. В общем, сколько ты можешь залить? Вот такое окно, например. Такое окно я могу залить. Ну и потом можно делать вот так. То есть тоже... Двигаемся дальше, дальше. Но можно уже, в принципе, не двигаться. Мне этого вполне достаточно, чтобы сделать вот так. У меня это еще пока недостаточно. Ну что недостаточно? У меня оно близко находится к земле. Вытаскивать. Вот куда оно вытаскивается? Так, и я хочу, конечно же, не такой цвет, Лучше черный, да, согласен. Лучше черный. Потому что на нем можно нарисовать. Левый. Так. Левый. 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 ственный. Левый. Левый. все и на этом можно в принципе сегодня заканчивать что время же мне много а вам еще рисовать и отдыхать этом все всем спасибо так я делаю сейчас пару кадров он нибудь с этим придумаем например вот так так типа подходит к окошку кошка начинается отсюда смотрит и сюда и движение камеры как она у нас идет так можно рассказывать истории можно снимать разные комиксы и тому подобное я буду практиковаться если в принципе что-нибудь интересное получится может что-нибудь сниму когда будет свободное конечно время так мы сегодня с вами рассмотрели программу mental canvas и не просто рассмотрели заодно разобрали инструменты как здесь рисовать а при помощи обычного планшета без как многие считают что здесь нужно пальцами что-то это что люди здесь не надо никаких пальцев сегодня всего хватает а всем спасибо за лайки и увидимся уже в следующем видео всем пока не забываем подписываться и лайкать 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 не забывая